Всем привет, с вами Вова Кенжи и передача Легенды Футбола. Мы продолжаем составлять сборную лучших игроков СССР и пост-СССР. И настало время поговорить про защитника, про Виктора Анопко. Виктор Анопко поистине один из лучших защитников в истории российского футбола. Родился в Луганске, в три года начал гонять мяч, а в шесть уже попадает в футбольную академию Заря, которую заканчивали Сергей Юран и Сергей Семак. В шестнадцать его вербуют в команду Стахановец, где он хорошо себя проявляет и обращает на себя внимание донецкого шахтера. В Донецке начались серьезные сборы, спортивные базы и лагеря, матчи в разных городах Советского Союза. В новой команде Виктору даже платили зарплату, как настоящему взрослому футболисту. И как хороший сын Анопко отправлял большую часть денег родителям. Конкуренция за место в основе шахтера была серьезнейшей, но молодой игрок постепенно начал привлекаться к играм основной команды. Но в 88-м году Виктора призвали в армию, и по тогдашнему обычаю футболисты проводили службу в Киевском Динамо. Для молодых талантливых футболистов военная служба в Киевском Динамо была пределом мечтаний. Появлялась возможность избавиться от службы в линейных частях и даже поступить в институт. В Киеве Виктора приписали к одной из воинских частей внутренних войскам ВД СССР, выдали военное обмунирование, зачислили в клуб, разместили в спортивном общежитии. А Нобко весь 89-й год играл в дубле Динамо. Тренировки и игры со звездами первой величины, прекрасные тренеры, в том числе Великий Лобановский. Когда же срок службы в армии для Виктора А Нобко истекал, Лобановский попросил футболиста остаться в команде. Но тут вернулся в Донецкий шахтер, проявив честность и порядочность, верность своему слову. Обещал вернуться в Донецк к своему тренеру Анатолию Конькову. А Нобко снова надел оранжево-черную футболку шахтера, и довольно скоро стал лидером, а потом и капитаном Донецкого клуба. В шахтере его талант засеял новыми гранями. А Нобко один из лучших в своем амплуа игроков, вызывается в состав Олимпийской сборной СССР. За Донецкую команду Виктор провел два полноценных сезона, 45 матчей. У горняков в начале 90-х была очень яркая команда. А Нобко, Щербаков, Кончевский, Стельмах. У коллектива были неплохие перспективы в союзном первенстве, только вот Советский Союз перестал существовать. С распадом СССР начался гигантский передел футбольного рынка. Игроки меняли команды, гражданство и сборные. Виктором АНОПКО заинтересовались Ташкентский Пахтакор и Московский Спартак. В итоге уговоры Олега Романцева и настоятельное желание жены перебраться в Москву убедили Виктора принять предложение красно-белых. Интерес Олега Романцева к молодому игроку был многим непонятен. Шахтер не играл в спартаковский футбол. Считалось, что игрок, прошедший школу Лобановского и Еремченко, не впишется в схемы красно-белых. Но карьера Виктора в Спартаке пришлась на лучшие годы команды. Уже первый сезон АНОПКО в Спартаке показал, что Романцев с выбором не ошибся. Карьера футболиста стремительно пошла вверх. В возрасте 23 лет он сыграл за сборную СНГ на чемпионате Европы и стал одним из лучших защитников турнира. Виктор становится игроком года по версии еженедельника футбол. В качестве приза одна из компаний-спонсоров вручила ему стиральную машину. Это покруче, чем нынешние миллионные бонусы у футболистов. Появление Виктора АНОПКО на позиции опорного полузащитника не только укрепила спартаковскую оборону, но и усилила атаку красно-белых. Игрок прекрасно вписался в спартаковский стиль, не давая играть соперникам. Раскрытие АНОПКО во многом заслуга Олега Романцева. Но и сам игрок не жалел себя. АНОПКО был всегда очень требовательный к самому себе и никогда не позволял поблажек. Защитник добился таких результатов, о которых не мог помыслить в годы юности. Благодаря колоссальному опыту, который приобрел АНОПКО, он не раз спасал матчи сборной и брал игру на себя. Благодаря своему росту 189 см, он лучше всех играл головой. Выигрывал борьбу у других игроков, отводил опасность от своих ворот, при подаче угловых даже иногда забивал. Он играл за Спартак 4 сезона. За это время трижды было завоевано золото чемпионата России, дважды Кубок России и один Кубок чемпионов Содружества. Спартак был грозен не только на внутренней арене, но и в Еврокубках. Лишь судейская оплошность, из-за которой в полфинале Кубка-Кубка в 92-го года был удален именно АНОПКО, не позволила красно-белым завоевать европейский трофей. В первой половине 90-х в Спартаке был собран очень сильный коллектив. Карпин, Бесчастных, Пятницкий, Цимбаларь, Никифоров, Радченко. Ко всему прочему, в команде была неплохая атмосфера. Футболисты совместно праздновали дни рождения, свадьбы, выезжали на шашлыки. После блестяще проведенного осеннего цикла Лиги чемпионов 95-го года, когда москвичи выиграли все шесть игр, Спартак был раскуплен подчистую. В конце 95-го и Виктор принял решение покинуть Спартак и перебраться в более сильный европейский чемпионат. Благо им интересовались Атлетика, Вердер, Байер, Ливерпуль и Челси. Однако АНОПКО переходит в более чем скромный Реал Авьедо. В испанской команде АНОПКО стал основным центральным защитником, лидером, а потом и капитаном команды. В декабре 97-го года и январе 98-го популярный испанский журнал Дон Баллон назвал АНОПКО лучшим защитником месяца. Время, проведенное в испанском чемпионате, сильно изменило манеру игры Виктора. В Спартаке он забивал достаточно много, а вот в Авьедо было не до этого. Команда год за годом ставила только одну цель – остаться в примере. Конечно, в таких условиях защитник должен прежде всего заниматься своей основной деятельностью. Хотя уж если он и забивал, то делал это удивительно вовремя. Со временем в команде, которая и так-то звезд с неба не хватало и все время пыталась удержаться выше лиги, начались задержки зарплаты. Авьедо же держался в примере во многом благодаря русскому легионеру, но в конце концов вылетел. Виктор поиграл за Авьедо один сезон в Сигунде, а потом перед сезоном 2002-2003 вернулся в примеру в аренде в Рае Великана. Однако по итогам сезона и Рае не смог остаться в элитном испанском дивизионе. АНОПКО вернулся в свой клуб и расторг с ним контракт после того, как клуб перевели в третий дивизион из-за финансовых проблем. Виктор принимает решение вернуться на родину. Сначала он оказался во Владикавказской Алании, который за три месяца помог избежать вылета из премьеры лиги. А потом Олег Романцев позвал своего старого игрока в свою новую команду – Раменский Сатурн. От такого предложения было трудно отказаться, несмотря на предметный интерес крыльев советов, Зенита и Спартака. За Сатурн он отыграл два сезона, помогая команде и обучая молодых футболистов всем премудростям и тонкостям оборонительного мастерства. А в 2005 году по окончании срока контракта вернулся в Испанию, где целый год продавался активному отдыху. Утрясал семейные дела, возделывал домашний сад, играл в футбол за команду ветеранов, обдумывая одновременно свою дальнейшую судьбу. Виктор Анопко провел 109 матчей за сборную России и 4 игры за сборную СНГ. Являлся длительное время рекордсменом по этому показателю среди всех остальных российских игроков. В настоящее время рекорд Анопко по количеству выступлений в составе сборной России побит Сергеем Игнашевичем. В 1990 и 1991 годах Виктор сыграл 3 матча за Олимпийскую сборную СССР и даже забил 1 гол, но затем великая страна развалилась. В следующий раз Анопко уже играл за сборную СНГ в апреле 1992 года в товарищеском матче против Англии, выйдя на замену во втором тайме. А в своем третьем матче за сборную в рамках финального турнира чемпионата Европы 1992 года вышел уже в основе и переиграл самого Руда Гулита. Именно после этого матча Анопко обрел популярность в России и за рубежом, хоть команда в итоге сенсационно уступила шотландцам в следующей игре. Но помимо приятных моментов были и неприятные, например легендарное письмо 14, в котором игроки сборной России просили уволить тренера Павла Садырина. Сам Виктор признает, что это была самая большая ошибка в его карьере. Во многом из-за этого письма команда не показала достойного футбола на чемпионате мира 1994 года, так как полкоманды были отстранены от сборной. Затем были неудачные чемпионаты Европы 1996 и чемпионат мира 2002 годов, где наша сборная показывала блеклую и безрезультативную игру, так и не выйдя из группы. Ну а на Евро 2004 в Португалию Анопко не поехал из-за травмы колена, хоть врачи и давали положительные прогнозы. Ярцев решил игрока оставить дома. Вскоре после этого Виктор принял решение завершить карьеру в сборной. После окончания карьеры футболиста Виктор Анопко несколько лет работал в Российском футбольном союзе, курируя мужской, женский и пляжный футбол. Окончив высшую школу тренеров и получив категорию А, позволяющую работать в любой команде, Виктор Анопко занял пост помощника главного тренера ЦСКА, где и работает по сей день. Виктор Анопко один из лучших защитников в истории российского футбола, и многие уверены, что если бы он выбрал вместо Авьеда, Челси или другую именитую команду, то трофеев и наград в его послужном списке было бы в разы больше. Но несмотря на это, талант и мастерство Анопко признают не только в России, но и за рубежом. Даже разработчики Фифы отдали ему дань уважения, включив состав классической сборной мира. Зная характер и мудрость Анопко, можно не сомневаться, он сможет многого достичь в своем новом амплуа тренера. На этом про Виктора Анопко все. И сегодня свое видение лучшей сборной мира прислал нам Даниил Алексеев. А вы, пока у вас есть свободное время, зайдите на сайт наших друзей Футбол Экспресс. Там вы найдете много чего интересного про своих любимых футболистов. И подписывайтесь на канал. КНЖТС, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, заходите в нашу группу ВКонтакте, выбирайте там следующего героя нашей передачи. Присылайте туда свое видение лучшей сборной мира, а самое главное помните, футбол это не только интересное зрелище, но и увлекательная история. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok